Наталичка. Следственные действия под свистом мин. Группа то и дело вынуждена ложиться. Обстрел сильный. Тем не менее, процесс продолжается. Покажите, куда вы дальше понесли труп женщины. Антон Байдраков родился в Бердянске. На службу в украинскую армию пошел ради денег. Зарплата была больше, чем в порту, где он работал. Сейчас идут следственные действия, проводится следственный эксперимент. Вот только что убийца показал место, где он выстрелил женщине в голову. Сейчас мы идем к тому месту, где, как он рассказывает, он ее закопал. Сейчас будет производиться эксгумация. Вина этой женщины заключалась в том, что во время наступления наших войск и отступления украинских она отказалась выполнять команду своего тюремщика и выйти из помещения. Сотрудники полиции на вновь освобожденных территориях проводят мероприятия по работе с гражданами. Для выявления преступлений, совершенных националистическими батальонами и вооруженными силами Украины. Была проведена оперативная работа по выявлению личных, причастных к убийствам мирных граждан. Сделаю это и создаюсь. А вон, смотри, с другой стороны, видишь, он не был. Следственная бригада начинает работу со вторым обвиняемым. Антон Чередник, 41 год, из Кривого Рога. По профессии электрик. В СУ пошел зарабатывать деньги. Жалеет, что продлил контракт. Я задаю вопрос. Поляныца. Что дословно вы сказали? Поляныца. Повтори слово поляныца. Он промолчал просто. Итог этой филологической проверки – убийство мирного жителя. Задержанному отсёгивают руки. Он показывает, как стрелял. Стрелял очередью. Непрошедший тест скончался на месте. Перекрёсток, где произошло убийство, находится в стороне Азовстали. Всего в двухстах метрах. И сейчас следователи не могут туда попасть из-за плотного огня в этом квадрате. Тело до сих пор находится там. Следственные действия возобновятся, как только это позволит обстановка. Григорьев.